Я считаю, что приговор мягкий, поэтому я планирую обжаловывать приговор. 31 мая 2021 года Волжский городской суд признал виновным двух врачей перрионтального центра по пунктам А и В части 2 статьи 292, не оказывания услуг, отвечающих требованиям безопасности. И назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, отбывания колонии общего режима. И также на два года запретил им заниматься медицинской деятельностью. Вы считаете, что это наказание достаточным? Нет, вы знаете, я считаю это приговор очень мягким, на мой взгляд. Суд очень внимательно изучил материалы дела, представлены экспертизы, допрошено было множество свидетелей. Что касается самого судебного процесса, конечно, я был немножко в шоке, честно сказать, от поведения подсудимых. Написали какие-то комментарии, насмешки, выкрики с места без разрешения судей. То есть лично я обращал внимание на такой момент, что когда приходили врачи, скажем, также допрошенный, например, из 2-й ГБ, из областной, да и из того же перрионтального центра. Ну, скажем так, назовем их специалист, который отработал, например, 10 лет. То есть без какого-то там великого стажа работы, назовем его так, молодой специалист. Вот, то вот эти вот с места выкрики, что о некомпетентности данных врачей и прочее. Вот, причем приходили разные люди с разными, ну, разные врачи разных специальностей и комментировать даже не свои специальности, а работа анестезиологов там или кого-то еще. Вот, все это присутствовало. Поэтому я считаю, что подобное поведение, ну, назовем его так, хамском поведении. Вот, но на приговоре почему-то была идеальная тишина. Непонятна мне ситуация, что меня не арестовали в зале суда, вот, не арестовали. Вот это меня почему-то непонятно. Я даже не знал, что так бывает. Обычно, когда если я признаю виновным, назначают наказание, обычно происходит по-другому. Но здесь почему-то произошло, а ареста в зале суда не было. Это была месть или вы хотели добиться справедливости? Нет, это ни в коем случае не была месть. Это было только желание справедливости. Потому что, ну, знаете, так вот случилось, что погибла жена, дитё, потерял семью. И не просто потому, что, как утверждают у нас подсудимые, она была больна или что-то еще. Если бы была больна, я бы даже заявлений никакого не писал, никаких бы телодвижений не делал, я бы принял бы это как должное. Они сами знали, на что шли. Но когда из-за чьей-то глупости, чьей-то халатности теряется семья, вот, поэтому это не месть. Это именно справедливость, именно по закону. Скажите, время идёт, вы молодой, красивый мужчина. Планируете ли вы новую семью, потому что ребёнку же нужна мама? Ну, конечно, конечно, для ребёнка у нас с Леной осталась девочка. Семь лет будет, скоро в школу пойдёт. Конечно, без мамы тяжело. Но я, честно сказать, не задумываюсь ещё над этим вопросом. Есть дела пока ещё, вот, все эти апелляции, пока всё это утвердится, закончится. Вот, а там поживём, увидим.